Полторы тысячи в сутки. Именно столько звонков в среднем поступает в единую дежурно-диспетчерскую службу 112. В нашем округе она организована в 2015 году. За это время помощь в самых разных вопросах получили сотни тысяч люберчан. Глава городского округа Владимир Ружицкий оценил работу службы в условиях пандемии коронавируса. Телефоны в этом помещении практически не замолкают. Каждую минуту на номер 112 поступают звонки. Пиковая нагрузка, как правило, приходится на конец рабочего дня и выходные. С весны 2020 года, когда был объявлен режим повышенной готовности, количество обращений увеличилось. Да и сейчас в среднем составляет полторы тысячи в сутки. При этом около 80% от всего количества так или иначе связаны с подозрением на коронавирус. У нас предусмотрены возможности по усилению дежурных смен и по увеличению количества операторов в составе дежурных смен до 8 человек. Соответственно, мы оперативно реагируем на изменения в обстановке и усиливаем смены по необходимости для того, чтобы современно принимать и обрабатывать вызовы, поступающие от жителей городского округа. В службе 112 городского округа Люберца организованы четыре смены. В каждой по семь операторов. Здесь они не только работают в комфортных условиях. Предусмотрены и комнаты отдыха. В этом увиделся глава городского округа. Также Владимир Ружицкий узнал тонкости работы службы 112. Поставив правильный адрес, мы можем карточку происшествия передать в любой район Московской области, в любую оперативную службу. В течение нескольких секунд они видят и слышат нас голосом и видят всё, что написано в карточке. Этот же принцип работает и в обратном направлении. Также оператор службы 112 может передать вызов диспетчеру подстанции скорой медицинской помощи. Все знают номер 112 и все вопросы, связанные со скорой, с каким-то недомоганием. Люди звонят, конечно, в службу 112. Когда человек звонит в службу 112, то понятно, он звонит не от того, что ему делать нечего, а от того, что у него какая-то проблема. Рост обращений в службу 112 ожидается в новогодние каникулы. Люберецкие операторы к этому готовы. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.